В зале одного из выставочных центров Самары практически нет свободных мест. Представители более 150 управляющих компаний ТСЖ, ЖСК, а также социальных объектов и детских образовательных учреждений собрались на семинар по охране труда. Слушателям рассказывали, как избежать нарушений и не допускать на производстве несчастных случаев. Мы стараемся контролировать, и для того, чтобы вовремя реагировать, надо знать как можно больше, в том числе и правил работы на высоте. До наступления зимы осталось совсем немного времени, а значит на коммунальные службы лягут обязанности по расчистке кровель от снега и наледи. Именно соблюдению правил безопасности во время таких работ был посвящен сегодняшний семинар, организованный администрацией Самары. В этом году законодательная база в области труда претерпела значительные изменения. Коснулись они и правил по работе на высоте. При проведении работ по очистке кровель от снега и наледи все работники должны быть обязательно в порядке обученных. Не только по охране труда, но и по работам на высоте. Они в обязательном порядке должны проходить периодический медицинский осмотр, для того, чтобы убедиться, что им не станет плохо на крыше. Что тоже может привести к значительному риску получения травмы. Также работники должны быть обеспечены средствами индивидуальной защиты. В настоящее время к ним применяются серьезные требования со стороны государственных контрольных органов. Для того, чтобы обеспечить безопасность при работе на высоте, расчистки крыш, наледей, снега, необходимо использовать каску, как мы уже знаем и сказали. Необходимо использовать защитный сигнальный жилет. Если человек, сотрудник хочет еще и какую-то тепловую защиту себя обеспечить, то это, естественно, сигнальный утепленный костюм. Это должны быть стропы, анкерные точки, анкерные столбики, устанавливающиеся на крыши. Это должны быть привязи. По данным отдела охраны труда администрации областного центра, в прошлом году при расчистке кровель от снега и наледя не было зафиксировано ни одного несчастного случая с тяжелыми последствиями. Немаловажную роль в этом сыграли подобные семинары, которые проводятся регулярно. Также организуются и выездные встречи на базе районных администраций. Светлана Тимофеева, Николай Сидоров. События.